Добрый вечер, дорогие телезрители. Мы находимся в студии национальной вещательной компании Саха, которая на ближайший час станет эпицентром мирового шашечного спорта. Да, Власи, действительно, это будет именно так. Ведь через несколько минут именно на этой площадке в рамках суперматча в прямом эфире сойдутся два международных гроссмейстера. Чемпионы мира Гаврил Колесов, представитель республики Саха-Якутия, и Сергей Белошеев, представитель республики Крым. Дарья, давай расскажем нашим телезрителям, что же получит победитель нашего суперматча. Помимо высокого статуса триумфатора нашего турнира, он получит, внимание, сертификат на сумму 100 тысяч рублей от генерального партнера турнира целевого фонда будущих поколений республики Саха-Якутия. Да, дорогие друзья, 100 тысяч рублей. А теперь мы бы хотели предоставить слово организаторам, благодаря которым стало возможно проведение этого суперматча. Слово предоставляется генеральному продюсеру национальной вещательной компании Саха Олегу Олеговичу Маркову. Добрый вечер, уважаемые жители республики Саха-Якутия. Я хочу сказать, что мы во второй раз проводим проект «Весна на НВК», и сегодня он завершается. С самого утра, с шести утра мы работали в прямом эфире, и как и в прошлом году, наш проект завершает суперматч между двумя гроссмейстрами. В прошлом году у нас возникла идея совместно с целевым фондом будущих поколений и с Федерацией шашек о том, что давайте популяризировать вид спорта шашки, потому что мы показываем многие виды спорта, но шашки как-то обделены, хотя это не должно быть так, потому что у нас очень много гроссмейстров, именитых спортсменов, и их должны наши телезрители знать в лицо. Поэтому мы в прошлом году провели матч между двумя чемпионами мира, Николаем Стучковым и Гаврилом Колесовым. Гаврил Колесов тогда выиграл, и в этом году второй раз уже против Гаврила Колесова приехал играть Сергей Белошеев, тоже международный гроссмейстер, чемпион мира. И поэтому я уверен, что сегодня сейчас сидят у экранов телевизора многие детишки, которые увлекаются и любят шашки, и перед ними сегодня предстанет суперигра, и я уверен, что они через некоторое время будут говорить, что я был свидетелем, очевидцем этого супер турнира, и я хочу равняться на них. Поэтому пусть сегодня победит сильнейший, и я хочу поблагодарить наших партнеров, Федерацию шашек Республики Саха-Якутия и Целевой фонд будущих поколений. Ну а теперь слово берет генеральный партнер турнира, генеральный директор Целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия Сергей Васильевич Месников. Добрый вечер, уважаемые телезрители, уважаемые юные шашисты. Мы уже второй год подряд совместно с Федерацией шашек, с НВК Саха проводим этот турнир, турнир между сильнейшими, и проводя эту работу, мы ставим прежде всего две цели. Первая цель – это, конечно, выявить сильнейшего. Все спортсмены у нас титулованные, на международном уровне признанные. И, конечно, вторая основная цель – это популяризировать шашечный спорт в Республике. Этот спорт очень интересный, очень удивительный, и в Республике самые талантливые шашисты в мире. Об этом признают и на международном уровне. И мне очень приятно сегодня в присутствии юных шашистов наблюдать за этим интересным поединком. Я предлагаю окунуться в удивительный мир шашистного спорта. Спасибо. А теперь слово предоставляется первому вице-президенту Федерации шашек Республики Саха-Якутия Владимиру Ильичу Птицыну. Добрый вечер. Он занимает не только другим видом спорта, но и шашкам. Благодаря его наши юные шашисты выезжают на турниры международные, российские. Благодаря его мы в прошлом году проводили наши гроссмейстеры, мастер-классы во всех районах нашей Республики. Благодаря силовому будущему поколению сделан замечательный подарок любителям шашек и шахмат. И реконструкция нашего шахматного шашистного центра, который мы ввели в октябре 2017 года. За то, что от всех любителей шашистов я хотел бы в сегодняшнем пользу, в сегодняшнем моменте Сергею Васильевичу большое благодарность и наше спасибо. Ну, естественно, сегодняшнее мероприятие это второе, как уже сказали. И большое спасибо НВК Саха еще раз праздником и пусть победить сильнейший. Ну и прежде чем пригласить спортсменов на площадку, мы бы хотели попросить главного судью матча, международного арбитра Иннокентия Михайловича Андросова, объяснить регламент выявления победителя. Добрый вечер, уважаемые телезрители, уважаемые участники. Перед тем, начать матч, я хотел бы ознакомить вас с регламентом данного матча. Все игры проводятся по системе микроматча из двух партий, жеребков и ходов, и позиций, обязательной в обеих партиях микроматча. Контроль времени 2 минуты до конца партии каждому участнику, плюс 2 секунды за каждый сделанный ход. Система проведения. Матч проводится из трех микроматчей. Победителем матча становится участник, набравший 2 очка. Если участник выиграл первые 2 микроматча, он объявляется победителем данного матча. Третий микроматч не играется. Жеребка света производится перед началом первого микроматча, действует на весь матч. Если матч не выявил победителя, проводятся микроматчи до первой победы с контролем времени 1 минута до конца партии, плюс 1 секунда за каждый сделанный ход. Вот такой сегодняшний у нас регламент. Ну что ж, мы теперь приступаем к самому важному. Мы с большим удовольствием и волнением приглашаем наших участников суперматча. Первым на площадку вызывается 11-кратный чемпион мира, чемпион Европы, международный гроссмейстер Гаврил Колесов. А теперь мы приглашаем его соперника, прямиком из республики Крыма. К нам прилетел двукратный чемпион мира по русским шашкам в классической программе. Неоднократный чемпион мира и Европы по быстрым и молниеносным шашкам Сергей Белошиев. Добрый вечер. Сергей, ну во-первых, добро пожаловать в город Якутск. Мы знаем, что именно вы проявили инициативу, бросив вызов Гаврилу. Какой настрой перед... Добрый вечер. Настроение, конечно, хорошее, боевое. Весь уже за доской. Думаю, сегодняшний матч предоставит вам много интересных партий. И в ближайшее время вы узнаете победителя этого матча. Гаврил, а вот какие мысли у вас были, когда вы получили вызов от Сергея? Ну, с Сергеем мы играем давно на чемпионатах. Вот в матче первый раз. Тем более в прямом эфире. Ну, Сергей достаточно опытный игрок, хотя и молодой. Ну, желаю, чтобы выиграл сильнейший в этом матче. Сергей, подскажите, пожалуйста, если не секрет, почему в качестве соперника вы выбрали именно Гаврила? Потому что Гаврил Колесов самый титулованный, наверное, спортсмен среди шашистов мира. Думаю, интересные партии сегодня будут показаны. И хочется доказать, что не зря подготовка шла к этому турниру. Ну, вот как раз заговорили о трофеях, да, вот Гаврил. Дает ли вам какое-нибудь психологическое преимущество, да, вот выигранные вами трофеи в подобных матчах? Ну, этот матч носит не официальный характер, товарищеский, можно сказать. Ну, Сергей, вот по Блицу, именно по быстрой игре, достаточно крепкий игрок, у него много побед. Ну, и я думаю, будет интересно. Будут красивые партии. Сергей, а вопрос у меня еще возник такой. Как вы себя морально готовите? Ну, это уже, в принципе, годы. Больше 20 лет в шашках. И подготовка к турнирам такого высокого уровня, они уже закрепились. Автоматически, да? Да, уже выходишь и готов в любое время сыграть. Итак, Власий, самое время тебе пройти на комментаторскую позицию, а я продолжу работу здесь, в студии. Да, абсолютно верно, Даша. Увидимся после матча. Итак, уважаемые спортсмены, просим вас занять свои места. Ну, что ж, все готово для суперматча. И, как говорится, пусть победит сильнейший. Мы начинаем. Так, сейчас я прогрежу ее в кухню, хорошо? Итак, уважаемые телезрители, прямо сейчас вы можете наблюдать жеребьевку. И наши спортсмены готовы будут начать. Белошиев играет белыми, Колесов играет черными. Так, 4-й, 14-й, да? Так, 4-й, 14-й, А-3, 2-й, А-3, 2-й, А-3, 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 А-3. Так, все нормально, да? Вот эту посредине, да? Нажимай. Нажимай. Ну что ж, стартовала у нас долгожданная встреча. И комментировать эту встречу я буду с международным гроссмейстером, с именитым нашим спортсменом, с Николаем Стручковым. Николай, добрый вечер. И что вы можете сказать о противостоянии двух именитых шашистов? Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня, как мы видим, идет игра двух супергроссмейстеров. Гаврила Кулисова и Сергея Белошиева. Я думаю, шансы в этом матче абсолютно равны. Может быть, немножко есть преимущество Гаврила, небольшое совсем. Ввиду большего опыта, да? Да, я думаю, ну и контроль, мне кажется, 2 плюс 2 больше подходит именно ему. То есть, это совсем такой контроль не играется на остальных соревнованиях. Это очень мало времени, то есть обычно играется 3 плюс 2. Тут совсем 2 минуты, это очень коротко, как говорил, чуть, наверное, в этом будет посильнее. Ну, это как бы так, особо, в таком скоротечном матче оно может ничего не решать, это преимущество. И как мы видим, сразу выпало по жребию очень интересный дебют. Это один из таких сложных дебютов, где у белых сразу с дебюта большое преимущество. Черным нужно очень не играть точно. И как мы видим, пока говорил, ну, в защите. Ну, в принципе, думаю, тут, ну, пока посмотрим, как будет дальше развиваться игра. А вот, Николай, в подобных вот играх, насколько вот, ну, насколько важна вот жеребьевка? Это дает серьезное преимущество? Да, ну, жеребьевка очень много решает, но так как тут матч играет, ну, двое, то есть жеребьевка для них, ну, одинаково получается. Это в турнирах может она какое-то иметь, то есть оказывать большое, да, влияние. В этом случае, так как, ну, для обоих условия равны, единственное, то, что, может быть, выпадет кому-то более знакомый дебют, да, который он уже много раз играл, либо анализировал. В этом плане может быть какой-то преимущество, но это тоже сложно сказать, как бы, как, вот, блядь, кому-то. Так. Ну, что мы можем сказать про нынешний расклад дел? Ну, у белых сохраняется преимущество. Ну, я думаю, тут уже такая, называется, гамбитная позиция, она, в принципе, должна быть защитима. Но, нет, по-моему, к сожалению, для Гаврилла позиция проигранная. Да, ну, тут, вот, позиция перешла в эндшпиль, который выигран за белых. Но тут надо, должна быть некоторая точность. Да, вот Сергей делает два правильных хода. И, к сожалению, тут плохо мы видим, сколько осталось времени. Поэтому мы должны очень много решать в этом. В этой, да. Сейчас вот это выигранное окончание за белых пришло к такому вот проводке C1, так называемой, это, которая часто обычно выходит, получается, это в партиях практики. Напряженная развязка у нас получается, да? Да. Так, на часах минута в белых и 40 секунд в черных. Ну, минуты должно вполне хватить, чтобы успеть провести вот эту вот именно простую шашку. А теперь придется проводить ее через, так, на поле C3. Ой. Ну, все. Ну, что-то Сергей задумался. Непонятно. Ой. Не видел, что на E3 можно было сразу словить дамку. Так. Но все равно у вас еще выигранная позиция. То есть надо просто провести вот эту шашку простую, которая на C3 дамки. Ну, тогда будет простое выигранное окончание. Так, не знаю, считает ли, говорил, ходы. Ну, в данном случае судья должен вести подсчет ходов, либо сами соперники. То есть, если по регламенту, по правилам, если больше 30 ходов сделано и не изменилось отношение сил, то должна была быть присуждена ничья. Ну, так как тут очень короткое время, это, наверное, сложно именно за этим следить. Примерно равное количество времени осталось, да, в обоих? Да, по 30 секунд, по 32-33. Да, как мы видим, даже топ-гресс-мейстеры при таком коротком контроле времени, им даже сложно вот эту, в принципе, известную проводку сделать. Ну, это все из-за того, что время и напряжение, конечно, игра в студии, это все-таки отличается от того, что мы обычно проводим в обычных турнирах. Вот, кстати, Николай, вот вы говорили, да, мы о том, что данная встреча у нас проходит в студии, в прямом эфире. И вот, и скажите, вот, Николай, вот, как вы думаете, сказывается ли это на настрое психологическом? Все, первая партия закончилась, да, и Сергей не смог провести, и она закончилась ничью. Да, по поводу игры в студии, да, это, конечно, мы вот в прошлом году играли с Гаврилом. Да, кстати, ровно год назад. Да, ровно год назад, уже на ВК, ну, и до этого я еще имел опыт один тоже. В Петербурге? В Петербурге играл с белорусским ворсмейстером. Ну, это, конечно, необычный опыт, и немножко поначалу ты не можешь, ну, до конца сконцентрироваться на игре. И могут какие-то, ну, потом, конечно, привыкаешь, но это отличается от обычной игровой ситуации, которая бывает. Так, ну, и сейчас у нас с белыми играет уже Гаврил, в данном случае надо Сергею защищаться. Ну, вот, Гаврил провел стандартные в таких, ну, вот это довольно уже известные, не стандартные, а довольно известные жертвы в шашке применил, в сравнении, видите. Тут надо черным, в принципе, она еще не чейная позиция, но надо, так. Проводится такая комбинация. Взрывной такой отрезок? Да, сразу. Да, в белых теперь дамка, но в черных есть компенсация в виде одной лишней, ну, то есть... Двух лишних простых. Так как у белых тут фланг, так сказать, левый фланг нету шашек, то есть он ослаблен тут. Должна быть, ну, это ничейное окончание возникает. На черном надо быть точным мячем. Ну, я думаю, Сергей эту позицию в последний раз играл, поэтому он знает, как надо защищаться. И играл, анализировал. Сергей, он известен как, ну, сильный аналитик, он много именно работает дома, с компьютерными программами. Поэтому у него большие познания именно в дебютах. То есть уделяют большое внимание вот теоретической части именно, да? Да. Ну, в этом их отличие именно двух наших сегодняшних соперников. То, что говорил, наоборот... Практик, да? Больше он практик, да. Именно изучением, анализом он меньше уделяет времени. Даже он как-то в интервью говорил, что он, наверное, не так, как бы даже, не в шутку, а так, смеясь, сказал, что он, наверное, единственный из топ-грессмейстеров, у которого нет, до сих пор нет шашечной программы. То есть ему это не надо. Он и так своей головой за доской может... И где-то расправляются. Ну, тут мы видим, что все-таки у черных возникли проблемы. Где-то, мне кажется, Сергей ошибся. И теперь тяжело будет уже ничего сделать. День еще есть, минута 15, в принципе. Ну, у белых 45 секунд. Все равно окончание очень сложное. Тут всего 40 секунд можно, конечно, не успеть найти выигрыш. Но... Так. В данной ситуации насколько вот трудно будет Сергею вот свести игру на ничейный исход? Мне кажется, очень сложно, но есть шансы. Да, вот именно такой вот маневр. Видимо, все-таки игра завершается ничей. Да, сейчас вот черный уже занимает так называемую большую дорогу. И так как все белые простые отрезаны, они могут пройти в дамки, игра должна завершиться в ничью. Да, все-таки Сергей смог найти лазейку и убежать в ничью. Ну, вот, Гаврил еще пытается последние шансы использовать, но нет. Игра завершается в ничьей. Ну, мы видим, что очень большое напряжение в игре, в партиях. И в первой партии Сергей не смог релетовать, то есть упустил победу. И, скорее всего, в второй партии уже Гаврил имел игрушную позицию. И так как, ну, времени, нехватка времени, наверное, все-таки в сложном окончании тоже так же допустил внеточность и упустил победу, мне кажется. Да, и, Николай, давайте напомним нашим телезрителям, которые, возможно, только что присоединились к нам в регламенте турнира. Вот по каким у нас критериям будет выявлен победитель нашего суперматча? Да, у нас так, играется три микроматча, то есть по две партии каждой. И при летатом трех микроматчей будет выявлен победитель, ну, либо, то есть тот, кто выиграет, замерет два очка, то есть выиграет две партии, либо одну партию и две ничьи сыграет. Будет объявлен победителем. При ничейном исходе уже будет... А вот сейчас у нас что происходит на столе, на игровой площадке? Сейчас у нас происходит, так как у нас, жебьевка дебютов, то есть у нас здесь вот по таблице, где расписаны дебюты, сначала проводится жебьевка, каждый вытягивает вот номер столбца и номер строки. Один столбец, один строку, да, и потом по таблице мы смотрим, какой выпал дебют. Вот, либо начальные ходы делаются, либо позиция ставится уже по этой таблице. Вот, выпал дебют пятая строка, пятый столбец, седьмая строка. Это ходы, да. Тут больше похоже на теоретическую позицию. Я бы оценил ее примерно как равную, но... Да. Ну, у нас первые микроматчи, ну, то есть зафиксировано две ничи, впереди у нас еще, ну, как минимум четыре. Да, уже получается, что матч будет полностью доигран, все-все. Шесть партий, либо даже, может быть, при мяче еще дополнительной партии. Такое матча. Ну, если говорить об этом дебюте, в чем особенность? Да, вот, я немножко то, что говорил уже очень много времени, сразу в самом дебюте потратил уже на первые два хода. Это немножко меня, конечно, настораживает. Не ужасно. Ну, еще есть время, но все равно. Дебют все равно выпал хоть и ходы, но боевой. То есть тут есть, где есть игра, есть, где можно ошибиться или заставить соперника делать. Ну, и есть, где задуматься, в общем, нашим игрокам. Как мы видим, Сергей делает моментально первые доходы, сделал своих, а Гаврил уже оставил себе чуть больше десяти секунд, по-моему. Да, это уже десять секунд осталось, это вот только что мы слышали звуковое было сопровождение. Так. Ну, она, позиция все-таки упростилась. Теперь уже даже чуть приятнее в белых, но в лево. Это даже с преимуществом в белых вышло, как мы видим. Ну, и при нынешнем раскладе... Ну, скорее всего, да, будет ничья, потому что у Сергея достаточное количество времени, чтобы суметь тут найти защиту. Убел уже, наоборот. Нехватка времени. А много ли было случаев, вот то, что при таком количестве времени, да, придумать, вот, ну, довести игру до победного конца? Нет, могут быть, конечно, случаи, можно и при одной секунде играть, в принципе. Потому что тут это за каждый ход добавляется две секунды, и бывали много таких случаев, да, и при... То есть, наоборот, бывало такое, что кто-то, наоборот, пытаясь играть на время, но ошибиться, кто-то, у кого больше времени, такое часто бывает. Даже сильные гроссмейстеры, мастера могут ошибиться, пытаясь поддавить соперника во время. Ну, как мы видим, партия закончилась ничью, Сергей успешно защитился. Соперники пересаживаются, а сейчас начнется на второй партии второго микроматча. Ну, вот у нас три ничьи зафиксированы на сей момент, да? Какие итоги мы можем подвести? Ну, как мы видим, как я и говорился, силы абсолютно равны. И, то есть, так же, как в первом микроматче было, наверное, все-таки волнение и напряжение матча повлияло, а сейчас уже должна немножко спасть. И уже ребята должны играть более раскованно, скажем так. Так, ну, как мы видим, Сергей выбирает тоже продолжение, что и в первой партии выбрал Гаурил первым ходом. Ну, вот уже, все, пойти на другую построение, вот, на другое. Уже будет другая игра. Сейчас, да. Черные решили идти. Сейчас должны получить центр, центральную позицию. Белые будут, так сказать, в защите, то есть, но имеется в виду тут, при центре защиты в данной ситуации может все. И от защиты можно, ну, то есть, в любой момент перейти в контратаку, либо окружить силы центральной шашки противника. То есть, так же, опять, получилась примерно равная позиция, получается, у нас. Ну, Николай, мы знаем то, что вы прекрасно знакомы и с Гаврилом Колесовым, и с Сергеем Белошиевым. Неоднократно, много раз вы встречались с ними в рамках различных соревнований. Вот, спустя время, да, если смотреть на их игру, вот, меняется ли стиль у спортсменов, ну, манеры ведения игры или такого вот в шашках не бывает? Нет, почему? Конечно, бывает это с годами, ну, игрок становится более опытнее, более уже может учиться, должен учиться на каких-то ошибках, либо, ну, или годы могут, наоборот, браться. Ну, пока ребята оба молодые, то есть, оба играют довольно агрессивный стиль у обоих. Ну, это в большей степени даже, ну, как бы Гаврил, наверное, относится Сергей чуть-чуть поспокойнее, игрок, но зато он более, мне кажется, универсален. И от защиты он может сыграть. Ну, вот, если говорить о стилях, бывают вот только вот атакующие, либо обороняющиеся, или же есть какие-то другие вот стили вообще, что насчет этого скажете? Ну, как, ну, сильные топ-гресс-мейстеры должны уметь и уметь разыгрывать любые позиции, то есть, с позиции силы, с позиции защиты, это, ну, тут стиль не имеет. То есть, есть универсальные игроки, да, есть, которые умеют там лучше атаковать, а плохо защищаться, да. Но, в данном случае, оба игрока, они топ, они имеют и то, и другое, все, как бы. Гаврил, допустим, отличие, может, Гаврил, то, что он всегда играет, пытается в любой, да, момент в течение партии именно давить, то есть, изыскивать любые возможности, чтобы как-то подкрутить, поддавить и даже до последнего пытаться выиграть. Сергей же всю партию в основном он играет более так правильно, да, академично, скажем, или именно пытается использовать ошибки как-то соперника и так далее. Ну, как бы сложно сказать, чей стиль лучше, хуже. И это, вот, ну, как мы видим, партия сейчас, ну, идет, у обоих примерно есть прорыв по флангу, то есть, примерно такая, ну, равная, она, уже шашек, материала осталось мало. И, да, как ожидаемо, она заканчивается в ничью, то есть, у нас сыграно 4 партии, и счет пока равный 2-2, все партии закончились в ничью. Ну, и у нас, ну, третий микроматч ожидается. Да, сейчас будет, Гарс, третий, может быть, возможно, решающий микроматч. Опять же, проводится перед началом микроматча жеребьевка, судья, главный отбитер матча, я вот жеребьевку. Как мы видим, Сергей, по-моему, 16-й столбец, 21-я строка. Ну, как мы уже ранее объясняли, да, Николай, вот, сейчас в жеребьевке, вот, выясняется первоначальная позиция, да, дебют так называемый. А вот много ли, насколько много вот их в шашках? Ну, так, в прошлом году у нас была, поменяли таблицу, была утверждена новая таблица жеребьевки, по которой, так, я вот не помню, по-моему, 700 или 625, по-моему, дебютов там в ней. Большое количество, да? И хороший гроссмейстер должен быть прекрасно знаком с каждым дебютом. Да, то есть, практически полностью поменялся весь дебюты, ну, то есть, оставили только некоторые самые такие принципиальные, сложные оставили, и остальные все было поменено. То есть, изменено, и за год, ну, как сказать, ну, кто-то, кто хорошо занимается, мог, в принципе, изучить, успеть все, ну, так вот, может быть, Сергей там, да, но некоторым за год-то еще не все, как бы, известно, все дебюты изучить тоже довольно сложно. Так, ну, у нас тут выпал дебют с небольшим преимуществом черных. Ну, сейчас у нас начался третий микроматч, у нас до этого зафиксировано было в двух предыдущих микроматчах, ну, четыре ничьи, то есть у нас счет 2-2, и, возможно, в ходе этого микроматча мы узнаем о победителях, а в случае ничьи, Николай, вот мы знаем то, что если будет зафиксирована ничья, то мы идем. Да, в случае ничьи будет дальше, контроль времени поменяется, будет уже 1 минута плюс 1 секунда за сделанный ход, и уже будут играть ребята до победы, то есть в микроматче. Кто победит, кто первым победит в микроматче, тот будет мобилен победителем. Ну, всего мальча. Ну, и сейчас мы видим, что мы видим на доске? Ну, на доске примерно равная позиция, ну, нельзя сказать, у кого преимущество. Чёрные задумались. Да, вот. Ну, скорее всего, тут у чёрных есть преимущество, и, скорее всего, всё-таки белый должен защититься. Вот. Партия вот получилась довольно известная в теории позиция. Получается, кажется. Да. Да. Угу. Хотя... Сейчас должна быть вот белый нападать, и проводит жертву. Это известная жертва. Ещё вторая жертва. Вот это. Тут белый успевает занять большак, то есть большую дорогу. Ну, и очередная у нас ничья уже пятая по счёту зафиксирована. У нас это уже третий микроматч. Ну, и сейчас... У нас начнётся вторая игра третьего микроматча. Ну, как вы и говорили, да, Николай, в начале нашей трансляции, то, что, да, шансы 50 на 50, так и сказали. И мы видим то, что вот всё-таки Николай был прав. У нас пять сыгранных, пять ничей. Ну, и вообще, вот если говорить об этом дебюте, насколько он служен, насколько он популярен вот среди игроков? Ну, как популярен-то, как он выпадет, я бы сказал. Ну, сейчас, так как у нас, я как говорил, поменял из таблицы живьевки. Это новый, наверное, дебют, который раньше не было. Ну, вот он, кажется, может получиться, появится... Да, тут уже получается довольно известная позиция. Ну, это сейчас зависит от того, как сходят чёрные. То есть... Если Сергей сейчас решит закрыться ходом АБ6, либо с АБ6, то... Ну, нет, он, конечно, туда не пошёл. Тогда бы примерно... Он была бы... Дальше могла возникнуть позиция, где у белых было бы небольшое преимущество. Ну, вот Сергей решается на... Такой разменный манёвр. Ну, сейчас, скорее всего, да, надо нападать белым. Приходится. Да, идут упрощения, которые должны привести, в принципе, к ничейному результату. Ну, а так как у нас, опять же, контроль довольно жёсткий, вполне, возможно, какие-то и тут какие-то осложнения могут возникнуть, конечно, в любой момент. Ну, как мы видим, у чёрных довольно центральный... Ну, центр такой, центральная позиция. У белых есть слабая шашка на А1. Так называемая отсталая шашка. Поэтому чуть-чуть у чёрных лучше, приятнее. Опыт, такой опытный, как говорил, должен суметь тут защититься. И мы, я думаю, будем... Да, свидетелями уже супер, супер-блица. Так называемая 1 плюс 1. Это уже не блица, а супер-блица. Ну, давайте не будем забегать далеко вперёд, да? Да, раньше времени, может быть. Вот, Гаврил, как бы, ну, правильно играет всего, упрощает позицию. То есть, делал разменный манёвр, вытащил вот эту отсталую шашку. Ну, время, да, не очень много, конечно. Всего 20 в 6 секунду, Гаврилов. Может это стать серьёзной проблемой, конечно. Так. Так. Ну что ж, видим то, что у Гаврил о своем случае? Да, мало времени, 7 секунд. Жертва, не знаю, насколько она корректная. А может даже Гаврил? Интересная жертва, кстати. Даже уже в черном пыльется. А, нет. Да. Что-то у нас тут происходит нехорошее. Черный получает до окончания с лишней шашкой. Но я тоже, да, уже. Ой, выигранное окончание. Легко должно быть выигранно. Опять же, сейт нот, возможно все. Да. Он говорил, признал поражение. К сожалению, вот, да, Гаврил вот именно этой позиции, сделал какую-то некорректную все-таки жертва. Может быть, либо вот так надо было ходить к этому. Но это все из-за нехватки времени, да, Гаврил все-таки в начале партии много времени потратил на поиск. Итог матча победа Сергея Белошеева со счетом 4-2. Он побеждает. Да, ну что ж, вот столько ничей было, да, и вот в заключительном, в заключительной партии микроматча, вот в последней встрече все-таки вот Сергей Белошеев все-таки одержал победу в этом суперматче, с чем мы поздравляем его. Ну и напоминаем вам о том, что... Так, уважаемые телезрители, матч завершился на третьем микроматче. В последней партии половина микроматча Сергей Белошеев выиграл, поэтому счетом 2-1 в пользу Сергея Белошеева он становится победителем матча. Ну что, примите наши поздравления и теперь немножечко ваших эмоций. Как вообще? Спасибо. Матч складывался очень интересно. В первой партии я выпустил просто элементарный выигрыш, простую позицию, почему-то решил выигрывать через более сложную. Во второй знал я эту позицию после комбинации, но Гаврил где-то, видимо, пропустил какую-то идею, и партия завершилась вторая ничьей, то есть тоже, наверное, шансы на победу сохранялись, я говорила. Но потом следующий матч прошел довольно-таки просто, несложный дебют попался, последний тоже был довольно-таки простой, но в конце позиция была ничейная, но секунды сыграли свое. Можно сказать, наверное, одну неточность партии, и эта одна неточность стала решающей, и за счет этого, наверное, мне удалось одержать победу. То есть не могу сказать, что заслуженно, но такая игра, где одна ошибка решает судьбу матча. Спасибо всем. Да, вот Гаврил, вопрос к вам. В последней партии, в последней встрече что не получилось у вас? Ну, матч сложился очень интересным. Я мог выиграть, и он в первой партии упустил. Но в конце я грубо ошибся, но времени мало, и ошибку допустил там в конце. была ничья, как после партии мы смотрели. Ну, Сергея поздравляю, но он победил за счет моей ошибки. Ну, я думаю, что это не последняя наша встреча. Мы еще встретимся. Перед всеми я извиняюсь, что проиграл. Так получилось. Вся республика, конечно же, болела за меня, но сегодня победил Сергей. Ну, еще у нас важные встречи еще впереди. Чемпионаты России, мира, Европы. Так что, Сергеям, это не последняя встреча. Спасибо. Я также хотел бы поблагодарить всех организаторов телевидения, кто организовали этот матч. Довольно-таки интересное мероприятие. Почаще вот таких мероприятий вообще не только в Якутии, и в мире для развития шашек в целом. Я думаю, что все интересное будет еще впереди. Действительно, говорил, сказал, что проиграл. Но это не такое поражение важное, как в каких-то чемпионатах мира, чемпионатах Европы, кубках мира. Все впереди. Спасибо. Ну, и напоследок у нас еще один вопрос, точнее просьба, да, к нашим международным гроссмейстерам. Напоследок, что бы вы могли пожелать вот всем любителям интеллектуальных видов спорта? Ну, я всех приглашаю заниматься шашками. Шашки — это интеллектуальный вид спорта, который помогает развитию ума, памяти. Так что детям я советую играть в шашки. Не каждый становится чемпионом, но все равно в жизни шашки помогают. Спасибо большое организаторам этой встречи, директору фонда будущих поколений Сергею Васильевичу, заместителю директора НВК Олегу Маркову и нашей федерации шашек, всем болельщикам, что пришли, поддержали. Всем спасибо. Ну, и раз уж мы заговорили вообще о любителях, да, такого вида спорта, как шашки, я знаю, что у нас в студии есть люди, которые лично знают Сергея Белошиева. И если я не ошибаюсь, это вот молодой человек. Все верно? Представьтесь. Здравствуйте. Меня зовут Николай Гермогенов. Я являюсь международным гроссмейстером. Я хочу сказать, что за турнирной практикой мы довольно-таки часто встречались, как и с Серегей Белошиевым, так и с Гаврилом Колесовым. Я думаю, любой любитель шашек, кто как-то связан с шашками, не раз слышал эти громкие фамилии. Они являются очень именитыми спортсменами. А скажи, сегодня за кого ты лично болела, если не секрет? Ну, уже все очевидно и понятно. Ну, а вот твое личное мнение? Ну, я как патриот болел за Гаврила Колесова. Ну, не всегда получается. Спасибо большое. А что касается вот молодого поколения? Ребята, ну вот поближе к нам, наверное, да? Я знаю, что у нас здесь вроде молодые-молодые шашисты, маленькие даже, юные, но уже такие достаточно именитые спортсмены, можно сказать, да? И вот у нас молодой человек здесь сидит. Здравствуй. Здравствуй. Представься, пожалуйста. Меня зовут Бушуев Аял. Аял, расскажи, пожалуйста, про свою такую самую яркую партию. С кем ты встречался? Встречался. Да. Уже подзабыл, да? Расскажи, как это было? Ну, в первом партии он хорошо играет, думая. Ну и стараемся тоже. Ну и кто одержал победу? Общая ничья. Общая ничья. Здорово. А еще у меня один вопрос. Вот опять же к молодому поколению. Вот скажи, пожалуйста, кто, ну вот рядом у тебя сосед, да? Кто является твоим кумиром? И вообще есть ли вот у молодежи сейчас такие прям яркие представители, кумиры? Да, есть. Моим кумиром является Гаврил Колесов. Гаврил Колесов. Аплодисменты. Ну и последний вопрос для всех. Вот, ну уже результаты-то известные. Ну а вообще, когда вы пришли в эту студию на этот матч, вот поднимите руки те, кто были уверены в победе Гаврила Колесова. Так, повыше руки, мы должны вас видеть. Отлично. А есть? Там три человека подняло, а потом остальные. Да, да, да. А кто был точно уверен, что победит сегодня Сергей? Есть такие. Спасибо вам. Спасибо большое, да? Да, ну что ж, я думаю, теперь вот самое подошло время, да, перейти к награждению победителя нашего суперматча. Ну и для того, чтобы наградить победителя, мы приглашаем генерального партнера турнира, генерального директора целевого фонда будущих поколений Республики Саха и Якутия, Сергея Васильевича Местникова. АПЛОДИСМЕНТЫ Что ж, уважаемые друзья, завершился наш турнир долгожданный. Всего из шести матчей пять были сыграны в ничью. Это говорит о том, что, в принципе, наши мастера имеют равный уровень подготовки, равное мастерство. Но, как говорится, в любом спорте есть победитель, и на заключительном этапе Сергей Белышеев, он одержал победу. И я думаю, что этот поединок много дал нашим шашистам, всем телезрителям. И я думаю, что завтрашнего дня, прямо с понедельника, родители своих детей поведут в школу шашек. Это будет самый важный результат для нас, который вносит вклад в будущее наших детей. И вот среди нас даже есть дети, которые уже играли с главой республики и даже завершили турнир с ничьей. Я хочу сказать, что Сергей действительно очень хорошо сыграл. Я выражаю благодарность вам, что вы приехали в далекую республику. Ну а Гаврил для нас всегда был, остается и будет нашим международным гроссмейстером, который неодержим. И я хочу сказать, что этот турнир вызывает много интереса со стороны населения. И вот сейчас Сергей сказал, что будем почаще встречаться. Я хочу сказать, что, возможно, в следующем году, ровно год, 1 апреля, на канале Весна НВК, возможно, вы теперь уже получите вызов от нашего другого мастера, гроссмейстера и так далее. Поэтому жизнь продолжается, появинки еще будут. Итак, приз вручает генеральный партнер турнира, генеральный директор целевого фонда будущих поколений республики Сахай-Кутия Сергей Васильевич Местиков. Сертификат на 100 тысяч рублей. Аплодисменты, дорогие друзья. Сертификат на 100 тысяч рублей от генерального партнера нашего турнира. Ну что же, мы поздравляем Сергея с победой. Благодарим всех присутствующих в зале любителей интеллектуальных видов спорта. И, конечно же, вас, дорогие телезрители, за то, что вы были вместе с нами. Играйте в шашки, дорогие друзья. Ведь это с виду несложная игра представляет древнейшее и подлинно научное развлечение человеческого ума. Шашки поистине задают умственным способностям серьезнейшую работу. И слово еще раз хочет сказать Сергей Васильевич. Хочу сказать, что завтра в понедельник наши мастера, наш гость Сергей Белошеев и Гаврил Кольцев наш проведут для жителей республики, для горожан, для гостей сеанс одновременной игры для всех желающих. В Международном центре шашек и шахматов по улице Амосова будут открыты двери для всех желающих, которые хотят поиграть с гроссмейстером и получить сертификат участника игры с гроссмейстером. Пожалуйста, приглашаем. Прекрасная возможность. 10 часов утра. Браво. Ну что, на этом мы заканчиваем наш эфир. Мы не говорим вам прощайте, мы говорим вам до новых встреч. Занимайтесь спортом и будьте здоровы.